Подшить мужу брюки или сшить дочке платья мама девочки-инвалида Лилия Шахабиева за прошедший год научилась этому бесплатно. Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации помогает семьям, которые воспитывают инвалидов и трудных подростков, матерям-одиночкам и приемным родителям. Очень даже удобно. В это время, пока мы занимаемся, нас обучают. В это время нас с ребенком занимаются. И таких мер соцподдержки в республике 79. Их получают больше миллиона человек. Новая с этого года выплаты при рождении первенца семьям, где ежемесячный доход не больше 13 с лишним тысяч. На пособие в Татарстане уже подписалась первая семья Тарасова из Балтасинского района. С нового года минимальный размер оплаты труда примерно 9,5 тысяч рублей. Это даже меньшее прожиточного минимума. Но с 1 мая показатели сравняются. МРОД догонит отметку в 11 с лишним тысяч. Это инициатива Владимира Путина. Ее он озвучил на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода. Мы движемся в рамках майских указов президента. И, соответственно, вот все те плановые показатели по доведению до 200% отдельных категорий работников, это врачи, научные сотрудники и так далее, до 100% от средней заработной платы. Безусловно, меры по повышению заработных плат бюджетников будут приняты. Что касается внебюджетного сектора, мы будем, безусловно, регулировать это республиканскими соглашениями. По уровню зарплаты республика уже среди лидеров. Уступили только Пермскому краю. В среднем татарстанцы получают 31,5 тысячу. Но не всегда зарплата доходит до работников. Только официальная задолженность предприятий больше 12 миллионов. Объем долгов по зарплате фактически гораздо выше. 24 организации на общую сумму около 62 миллионов 600 тысяч рублей. Прошу применять самые серьезные меры воздействия. Нашли работу через центры занятости. В этом году 45 тысяч татарстанцев. Большую цель в министерстве поставили по трудоустройству инвалидов. К 2020 году работать должен каждый второй человек с ограниченными возможностями. Для сравнения, в прошедшем году показатель достиг 37,5%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова